И мне вопрос насчет службы порядка, да? Да, есть, слышно, служба порядка, да? Да, насколько оно важно в церкви, и сколько она нужна вообще. Я не слышал нигде разговор об этом, я ни проповеди не мог найти вообще. И у меня вот с Каспаром был такой, он мне сказал, найди что-нибудь, чтобы я понял, как это служить, как вообще это делать. Только одного человека нашел, который мне более-менее рассказал. Нет, включено, я вас абсолютно слышу, да. Не слышал, не слышал это. Вообще такие учения, я не слышал вообще. Я хотел ответы получить, как у вас это происходит, или как, вообще насчет этого всего, хотелось бы побольше узнать, как у вас это происходит, как вообще. Я понимаю, да, сейчас просто, ну, не время будет это разворачивать, понимаете, да? Это более такой, как бы, уже... Сжатое. Да, под вопрос. Но я так скажу, у нас существует группа порядка, и существует человек главный, который обучает. То есть я так скажу, ребят, это, если так честно сказать, то это скорее всего, это скорее всего больше техническая сфера, которая, то есть наводит порядок, то есть или не дает, то есть нарушаться тому, как вам сказать, тому порядку, который установили пастором и лидерами и структурой, да? То есть я скажу так, что здесь просто вам нужно быть тактичными, потому что именно на группе порядка или обламываются люди, или встречаются с Богом. Самое первое, с кем встречаются люди, это с группой порядка. То есть я своих ребят обучаю, ты должен быть твердым, но ты должен быть любящим. Ты не можешь быть, знаешь, там, чье пошел, куда ты, ты должен быть очень аккуратным, уважением. Люди не должны чувствовать твоей негативной энергии. Они должны просто чувствовать, видеть лицо, плюс группе порядка не надо доказывать свою власть, она у вас автоматически есть. Вы просто должны подходить и сказать, пожалуйста, здесь этого не делайте. И если человек повторяет это делать, вы просто говорите, если вы будете продолжать это делать, мы просто попросим вас покинуть здание. То есть группа порядка, во-первых, это тактика. В группе порядка должны быть очень нервно и эмоционально уравновешенные люди. Если человек легко срывается, мы таких людей не допускаем в группе порядка, потому что любой маленький непорядок, он уже в драку лезет. Знаете, то есть вот менталитет людей, то есть таких людей нельзя, нужно очень хладнокровных, спокойных людей, которые тоже самое порядочных, в своем доме держащий порядок, естественно. То есть ты не можешь запустить беспорядочного человека, наводить порядок в церкви, да. То есть вот так. Но я скажу, что существует, в Америке даже есть такие семинары и есть моменты, но опять, я не знаю, это все на английском, это все там. Но я так скажу, просто исходите из логики, да. Самое первое, это любовь и доброта, это прием. То есть люди должны понять, что ты здесь не для того, чтобы, знаешь, гонять людей, а ты здесь для того, мне нравится, вот как работает полиция в Америке. Ты ее не видишь вообще до тех пор, пока что-то не произошло. Вот группа порядка примерно должна быть так. Они не должны тут стоять тебе в нос дышать, знаешь, ходить там грудью долгать. То есть поймите, группа порядка это красивые мужчины, женщины, находящиеся на порядках, в своих местах, приветливые. Они даже не включают свою функцию, пока не началось, поняли, да, какая-то проблема в церкви или беспорядок, или ребенок выбежал, или крик какой-то, или, то есть их даже не видно. Они красиво, профессионально стоят и на своих позициях. То есть вот это мой такой совет. А так можно дальше было бы идти, но я знаю, что вечер не для этого. Хорошо, да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!